Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте, у себя на видеоблоге виктан.инфо И тема сегодняшнего выпуска послужила письмо, пришедшее ко мне на почту Барышня под именем Наталья спрашивает, что такое Радоница или Радоница И просит объяснить, как наименование этого праздника, почему этот праздник празднуется или не празднуется в некоторых народах И второй вопрос, очень серьезный, это как правильно почитать суицидников и неупокоенные души Прочитав это письмо, я понял, что в двух словах на него абсолютно не ответишь Поэтому я решил сделать отдельный выпуск и разбить его на две части Первое, это я попробую осветить действительно праздник Радоница или Радоница И вторая часть выпуска будет посвящена, как правильно почитать имя усопших, которые были некрещеные, пропали без вести То есть о смерти ничего не известно, утопленники и самоубийцы Итак, Радоница Происхождение этого праздника ведет нас в язычество Радоница это весенний языческий праздник для умерших И праздновался он на христианских кладбищах во вторник на Фоминой неделе Считается, что корень слова «рад» и «род» открывает всю сущность этого праздника То есть праздник для усопших Когда приходит почитать их живые Радоница празднуется после Христового воскресения на девятые сутки А это получается вторник Вторник на Фоминой неделе Я надеюсь, вы знаете, кто такой Фома Почему говорят Фома неверующий Это тот, который усомнился в смерти и воскрешении Иисуса И говорил о том, что пока не увижу раны от гвоздей и так далее и тому подобного Не поверивая Оттуда и пошло название Фома неверующий Этот праздник более всего распространен в России, Белоруссии и в Украине Далеко на востоке, в Греции и туда дальше Он никак не почитается, не празднуется Мало того, он в принципе в современном мире вытеснен современными проводами Хотя, если сравнивать, то, так или иначе, корни проводов и радоницы Они имеют очень схожие корни, я бы сказал, языческие Почему? Потому что православные священники не одобряют распитие спиртных напитков, празднества на могилках, застолья и какие-либо вообще ритуалы В России, к примеру, этот праздник радоница больше отмечается во вторник В Белоруссии, если мне не изменяет память Ну, где-то я вроде как помню такую информацию То этот день вообще, по-моему, выходной В Украине, в некоторых частях Украины его отмечают в понедельник А в других во вторник Но чаще все-таки принято уже отмечать проводы Почему я затронул именно эту тему? Потому что вторая часть выпуска моего будет тесно связана именно с Радоницей Или Радуница еще его называют В принципе, очень много названий, как самой Фоминой недели Существует красная горка, гробки, могилки, поминалки и так далее и тому подобное Радуница был праздником действительно таки всенародным И считалось, что надо прийти на кладбище с явствами, с выпивкой И, к примеру, в Белоруссии особенно это считалось, что надо прийти после полудня на кладбище И устроить там застолье Сначала бралась крашенка, то есть яичко Каталось по холмику Потом одно яйцо закапывало, землю И начиналось действительно, я не побоюсь этого слова, действительно застолье Водка, вино лилось на могилку, на холмик И дальше праздновали и отмечали этот праздник Живые, дабы показывать усопшим, что у них все нормально Они празднуют действительно, почитают именно усопшего Также в этот день с утра могли работать После обеда шли на кладбище А к вечеру это выходило в увеселительные какие-то заведения Это была грандиозная, в принципе, попойка Это было серьезное застолье Действительно отмечался праздник Не знаю, насколько это было мертвым, как говорится, праздник Но живые устраивали себе действительно по полной программе праздник Я еще раз сказал, что корни этого праздника уходят далеко в язычество Христианство, в принципе, не поддерживает именно этот праздник Застолье, выпивку, алкоголь и так далее и тому подобное Также в этот день сильно много было примет Ждали дождя, дождь считался очень хорошо Дети там бегали с ножами вокруг кладбища Отгоняли злых духов от умерших То есть там было очень много обрядов И если, к примеру, была гроза То первые капли дождя умывались девушки, которые хотели выйти замуж В принципе, делали в этот праздник Предложение кавалеры своим барышням Другими словами, по-настоящему у живых Это был серьезный праздник По-моему, в 19 веке Этот праздник больше отмечался в понедельник И говорилось Навьи день Навьи – это древнейшее название мертвецов Но в 19 веке все-таки эти праздники слились воедино И Навьи день был, в принципе, забыт И появилась Радоница Хотя Радоница – праздник очень древний Еще в 4 веке Иоанн Златоуст Я не помню, в каком-то стихе Упоминает о Радонице Он указывает, что повинование усопших на Фомяной неделе Установлено церковью воспоминание о Несшествии Христа Итак, вот краткое такое описание Именно Радоницы, Радуницы Или еще, как ее называют Радоницей и Радовницей Теперь нам понятно, что этот праздник В принципе, несет с собой корни изызычества И полагает то, что мы должны почитать Именно мертвых Показывать, как мы живем И как мы почитаем мертвых Именно Радуница будет четко связана С почитанием душ мертвых Суицидников Или, как еще называют, злых душ Ибо отводится только один день в году Когда действительно можно даже в церкви Прийти и совершить правильный обряд Почитания такой души Такого умершего человека Также отдельно хочу сказать два слова Навий день Это тот день, который был, в принципе, забыт Он предшествует Радонице То есть, если Радоница правильно Правильно празднуется во вторник То Навий день праздновался Вернее, отмечался, можно сказать, понедельник Он в корне отличается от Радоницы Почему? Потому что это тихо Действительно навещение умерших И, в принципе, возможно было Договориться с умершим В Навий день, чтобы он пришел во сне И ответил на некоторые вопросы Там есть свои правила Я все освещать их, естественно, не буду здесь Но одним из таких правил было в Навий день Заходить именно на кладбище Именно тем путем, каким заносили покойника И выходить именно только тем путем Кутой выходила похоронная церемония Отжиглись костры Кидался особый хворост Для того, чтобы, как говорится, согреть душу покойника Чтобы покойнику было тепло И люди сидели на кладбище И тихо, спокойно разговаривали Этот день обходился без пирши С гулянией, разбития спиртных напитков Брани и так далее и тому подобное Этот день был серьезным днем В магическом плане Ведь дело в том, что даже В названии этого дня Заложено очень много смыслов Навий Навий – это мир мертвых Это, другими словами Умершая энергетика Это покойная энергетика Это мир ада Ну, будем говорить, черная такая, да, энергетика Явь – это мир живых Это светлая энергетика Ну, это наш мир, да И прави Прави – это светлая энергетика Это рай Это действительно рай Это светлые силы Слово прави Поэтому само название Навий день говорит уже о многом А теперь давайте поговорим о том Что делать, как правильно Почитать тех родственников Или знакомых Которые были не признаны церковью А это не только самоубийцы Это и утопленники Чьи тела не были найдены Чьи смерти произошли Будем говорить не своей смертью По непонятным причинам Это те злые души Которые не покалились перед смертью И раньше очень часто Применялась такая, можно сказать, кара Именно священников Что если даже человек называл себя христианином Был крещеным Вел даже кое-какой Будем говорить праведный образ жизни Но последние полгода перед смертью Не посещал церковь То священник его отказывался отпевать То есть мы говорим о душах Которые не крещеные Которые по церковным канонам Не подлежат захоронению Многие из вас слышали Наверняка, что такие души Хоронили за пределами кладбища Да, действительно, это было так Считалось, что душу Такое тело хоронят Как можно дальше от кладбища Но по сей день Мы можем увидеть где-то В каких-то деревнях Что есть за пределами За забором кладбища Есть могилки Как правило, немножко подальше Их делали Почему? Потому что такие могилки Считалось очень опасно посещать По одной простой причине Для того, что когда человек умер Его как бы будут тянуть в ад Эта душа будет цепляться Как можно больше за землю И она захочет остаться в этой земле И вот человек, проходящий мимо Такой могилки А может стать жертвой Такой души То есть душа может Сцепиться в такого человека У человека может появляться Бесоватость И он может Ну, в корне отличаться От здорового Скажем, социально развитого человека Так, я дальше попробую осветить Как же все-таки можно помочь самоубийцам Как можно почитать некрещеных Как можно помочь, будем говорить Злым душам Как поминать утопленников И как помочь неприкаянным душам И с первой части моего видео Было понятно, что родонница Это девятые сутки Так вот, именно в этот день Это единственный, вернее, даже днем Считается в году Когда действительно можно поминать И помогать неприкаянным душам Как правило, считается, что в церкви В другие дни Об этих душах даже грех вспоминать И вряд ли кто-то может получить Разрушение у священника Благословение у священника На то, чтобы таких душ Отмаливать дома Священник скажет, как правило, что это Безнадежное дело И абсолютно неправильное Отмаливать такие души Испокон веков считалось, что может только святой Но даже святые после этого Были такие случаи, когда Вроде бы как отмолил душу усопшего А на самом деле получил, как говорится, обратку И это привело к некоторым болезням Да, болезни именно самого священнослужителя То есть самого святого В народе часто услышишь, что помогать такому Умершему или не помогать Это личное дело каждого Но сегодняшний выпуск я посвящаю именно тому Вернее тем людям, которые действительно решили Действительно помочь таким душам Итак, если вы решили действительно помочь таким душам Ни в коем случае не пропускайте родонницу Ибо это единственный день в году Я повторюсь Когда действительно грань между Навью, Явью и родоницей Она в принципе уменьшается и становится ничтожной И действительно можно обратиться к умершим Сходите в церковь Поставьте свечку Возьмите свечу с собой Возьмите просверку Попробуйте причастить Да, самому причастить Такую душу уже на кладбище Поставьте просверку на могилку Зажгите свечу Вечером разожгите костер Возьмите туда ветки для согрева такой души И молитесь Молитесь действительно Отмаивайте грехи этой души Примерно то же самое делается на Навий день Но Навий день от родонницы Отличается тем, что на Навий день Все делается для того, чтобы Будем говорить законно умерших людей А тут будем говорить незаконно умерших Очень важным правилом будет являться Если суицидник совершил свой суицид То есть покончил жизнь самоубийством Именно в том доме, в котором вы проживаете В этом случае ни в коем случае Ничего дома не стоит класть Для привлечения его То есть ставить какие-то ярства Зажигать свечу и так далее и тому подобное Как правило делают хлеб, мед Или водку Накрывают кусочком хлеба Этого дома ни в коем случае делать нельзя Почему? Потому что Эта злая, непрекаянная, грубо говоря, душа Она уже в обиде за то, что она совершила Этот суицид И она может вернуться домой И мучить постояльцев этого дома Поэтому настоятельно не рекомендую Если был суицидник в доме Делать это в собственном доме И вообще, честно говоря В такие жилища, квартиры Было бы очень хорошо энергетически почистить Не осветить батюшку Батюшка, конечно, делает свое дело Освещает такое помещение Но я говорю не об освещении этого дома А о чистке, энергетической чистке И снятие подобной информации Это касается практически всех покойных Которые были в жилище И понимаете, когда есть покойные И когда живут То встретились два разных мира Поэтому надо убрать одну из информаций То есть мир мертвых Надо все-таки так или иначе убрать Ну, выбор за вами Хотите чистите, хотите нет Теперь, если это случилось с утопленником То есть, если какой-то родственник или знакомый Действительно утоп, тело не нашли Не получилось его по правилам православия отпеть Ну, к примеру, есть могилка Или без таковой Ну, как правило, ставят, справляют могилку Но тело невозможно захоронить Поэтому тут же можно перечислить Именно те тела или те души Которые пропали без вести Ну, потерялся или погиб Там, заблудился в лесу Или, как сейчас в Украине Военные действия Непонятно где, кто, кого И зачем, кстати Можно только догадываться Ну, не будем в политику Вглубляться То есть, если нету тела И человек погиб при неизвестных обстоятельствах То не пропустите тоже родонез А именно, вы приходите К тому водоему К которому, к примеру, утоп человек И стараетесь передать ему Еду Это можно сделать Двумя способами Если у вас нет ни кораблика Ни лодочки То первым делом Вы на воду посыпьте Лепестки цветов Затем бросьте шкарлупу От вареного яйца После этого на воду Ложат хлеб с медом И, как правило, общаются С умершим И просят какую-то весточку Где же он находится То есть, просят указать Для того, чтобы указала Где он находится И при каких обстоятельствах Как говорится Погиб Второй способ Это кораблик или лодочка В которую так же само Ложатся лепестки цветов Зажигается свеча Ложатся скорлупа От вареных яиц Ложатся хлеб с медом Ложатся Можно положить Маленькую фотографию Если человек был курящий Как говорится Хотите там сигареты Ну, что он любил при жизни И отправляется Этот кораблик Действительно Повал Если Очень далеко Как говорится Находится Водоем То подумайте Может какая-то речка Ведет к этому водоему Можно густить Этот кораблик По течению Если вы спросите Почему именно Такой набор То все очень просто По старым Моим традициям По старым поверьям Именно к мертвым Раньше несли хлеб и мед Скорлупа От иис Это для написания Как говорится Письма И лепестки цветов Для того Чтобы покойный Вас услышал Вашу молитву Либо вашу Просьбу Либо вашу лечь Также на родонец Вы можете Помолиться в храме Прийти домой Зажечь свечу Кстати Свечу Обязательно В этот день На подоконник Желательно Зажечь Для того Чтобы отогнать Злых духов Нехороших Вы можете Накрыть Для усопшего Скажем так Стол Ну какой стол Поставить Еду Явство И как правило Душа такая Приходит во сне И рассказывает Что с ней случилось Я надеюсь Вам не будет Страшно Ибо Иногда Человека Вложит Чувство Любопытства Больше Чем чувство Страх Но Просвечу На подоконнике Естественно Помните Для того Чтобы она Отгоняла Злых Я думаю Я полностью Осветил Эту тему Также Стоит Отметить Что Есть непокоенные Души Вы тоже Можете Именно в этот день Прийти в храм Попросить Благословения У священника Поговорить Помолиться За такую душу Поставить Свечу О покойном О усопшем И просить И молиться О его прощении Тем Кому было интересно Прошу Оценить Мое видео Поставить Либо так Либо так Но Если Вы ставите Так Что вам Не понравилось Прошу Аргументированно Написать В комментариях Что же Вам не понравилось Я приму К этому Сведению И Как говорится Может в следующий раз Освещу Более По-новому Более Лучше Ну А напоследок Хочется Пожелать Нам Всем Живым Здоровья Бодрости Бодрости Духа Благополучия Мирного Неба Над головой И чтобы Жизнь нас Баловала И радовала Жду Ваших Комментариев Комментируйте Задавайте Вопросы А я буду На них отвечать Всего вам Доброго С Вами Был Вектан До новых Встреч На сайте Вектан Точка Инфо